Господа, доброго всем времени! Закончили мы тему с фрезерами, только что отснял. Жуть! Язык заплетается. Попробуем сейчас рассказать вам про квадрокоптеры. Я год потратил на то, чтобы поднять птичку в воздух, квадрокоптер, хоть какой-нибудь, хоть как-нибудь. Но самое главное, чтобы он был мой, чтобы мне его не жалко было ушатать об земельку русскую, об деревеньку какую-нибудь высокостоящую, и чтобы это было потом на меня никто был, он не кутил. Вот, чтобы было всё благосто. Вот. Я посмотрел Гайвера, заказал там какой-то кит, какой-то набор, сет и прочее, пришёл, собрал, не вылетело. Думаю, ну, наверное, я дурак, что-то не так собираю. Обратился к ребятам, погуглил в ютубе, получилось что-то получилось, он хотя бы завёлся, перестал выдавать ошибки. Но я потратил Карл год, Карл год на то, чтобы поднять птицу в воздух. Это мрак. Короче, у меня было три варианта. Это Ардуино, у меня коптер был под Ардуино, 450-я рама, пластиковая, ну, стандартный бюджетный вариант. Он летал у меня, под Ардуиной сначала. Потом мне посоветовали вдали погонять Пикс, ой, 2.4.8 Пикс. Вот. Там были свои приколы. Да, он полетал, но он не выходил в режим автономной работы. Он как-то держал себя, но и не более того. Пикс тоже зло. Это как я вот лично на личном опыте. Может быть, я что-то не так делаю, но он, короче, не определяет внешний компас. Он работает только с внутренним компасом. Внешний и внутренний компас иногда конфронтуют. У него внутренний компас не такой чувствительный. Короче, внешне отваливается. Может быть, это ошибки по питанию. Чёрт его знает. Я не знаю. У меня выгорело достаточное количество этих, как их, двигателей, регуляторов, прочего железа. Вот, мрак. Ушло огромный год времени. Я сменил три контроллера. Год времени. У меня ушло не одна пачка ромашкового чая для того, чтобы это всё успокоилось. И вот, наконец-то, слава богам, у меня есть то, что летает. Это Matec по Dynav. Это вот такая вот штука. Спасибо Юлиану. Ну и спасибо всем тем парням, которые меня консультировали, которые мне давали советы. Прям вот огромное спасибо за ваше терпение. Вот. Ну и я вот осваиваю ещё такое... Я вот осваиваю ещё такое вот... Как... Воздухоплавание. Во, какое слово вспомнил. Также по Ютубу. Чёрт подери. Этот Ютубчик, это неисчерпаемая кладись знаний. При должном умении можно черпать оттуда большое количество знаний. Так вот. Что я хочу сказать по поводу этого Mateca. Летает сам, летает в автономных режимах. Летает... Возвращается там по точкам. Возвращается в точку взлёта. Отдельная история такая. Я сейчас расскажу. Потом все ссылочки в описании будут. Здесь у меня шестиканальная аппаратура Flysky. Обычная вот эта вот штука. Flysky. Она шестиканальная по умолчанию. И тут вот есть маленький, ну, обычный... Я ссылочки, наверное, прикреплю в описании. Тут вот видно эти... Радиоприёмник. Не только радиопередатчик, но ещё и радиоприёмник. Они, короче, шестиканальные изначально идут. Но я их перепрошил и заказал себе с Китая десятиканальный приёмник. Для того, чтобы десять каналов с передатчика можно было принимать на борту приёмника десять каналов. Такая вот запарка была. Мне пришёл, я перепрошил. Думал, что у меня опять что-нибудь отвалится. Но нет. У меня всё с первого, слава богам, с первого тычка. Всё запустилось, всё прошилось, всё определилось. И я был приятно удивлён. Десять каналов с передатчика прошитого принимаются на непрошитом, стоковом, шестиканальном. То есть десять каналов на передатчике принимаются на шестиканальном приёмнике, если он у вас работает в режиме iBus. Ещё что, за этот год я сотворил с этими коптерами. Я сделал вот такой вот пауэрбанк. Вот такой вот. То есть у меня здесь... Вот такая вот штука. То есть тут должен быть фокус, приди. Вот. Должен быть обычный разъём под батарейки. Но тут батареек нету. Есть зато. Я оттуда вывел, по-моему, даже без преобразователя. Он напрямую работает с 5 вольт. Берёшь, ставишь сюда обычный USB-шник. Хлоп. Переворачиваешь. Включаешь. Работаем. Оп. И оно работает. То есть вот видно, всё, оно работает. Так что никаких проблем. Короче. Если у вас есть вопросы, что брать? Там Ардуино, PIX. PIX вообще дорогой. Там Nasa тоже дорогая. А вот мотык. Какой там 405-й. Короче, ссылки все будут в описании. Я не помню, так на память ничего. Он работает, летает. Да, падает, но это я дурак. Я пока ещё учусь летать. Он падает. Плюс ещё прикол. Если вот вопрос возникнет, берите карбоновую раму. Прям вот сразу. Если вот у меня всегда вопрос был там. А вот я ни черта не знаю. Вот подсоветуйте мне что-нибудь. Какой-нибудь сет, сборы, коптеры, рамы. Но ещё что-нибудь берите, короче. Этот, мотек. И карбоновую раму. Вообще вещь неубиваемая. А, и этот, радиолинк ТС-100. ТС-100. Этот, GPS-приёмник. А радиоаппаратура, ну вот FlySky в принципе пойдёт. И сразу её шейте на 10 каналов. Не надо на 14. Объясню, почему на 14 не надо. Потому что 14 там они on-off. Там нет двух каналов с пропорциональной регуляцией. То есть шимом нет там такого. Есть только вот, который on-off. То есть тумблерами переключаете. Если вы переведёте в 14-канальный режим перепрощите. То у вас не будет вот этого вот плавного. То есть вы не сможете сервовать двигателями на борту летуна вашего чего-нибудь управлять. Вот. Такая вот длинная штука получается. Но я думаю, что я оставлю какие-нибудь видосики ещё полётов. И просто под музычку. Потому что, ну, ну и короче, вот. Попробуем, полетаем. Ничего не посмотрите. Продолжаем. 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 Ну и финалочка. Подключил я даже вот ОСД. Наглого себе надел. То есть все замечательно. Все летает. Да, тут ветер вот немножечко. Но ничего. Если у вас будут вопросы, что брать, какую раму, берите карбон. У меня на 8 дюймов. Можно меньше, но туда меньше можно и навешивать Поэтому берите Лично мой совет, то есть как новичка абсолютно Поэтому 8 дюймов Да пребудет с вами сила Лоренса Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok